Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресный день, за богослужением читается Евангелие от Луки. Первые десять стихов 19 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьякона, Святотроицкой Александра Невской Лавры, Отца Александра. Во время Оно прииде Иисус во Иерихон, И сем уж нарицаемый Закхей, и себе старим и тарем, и той бе богат. И с кашей видите Иисуса кто есть, и неможаше от народа, Яко возрастом мал бе, и предыте к возлезе на ягоде чину, да видит, Яко хотяша мимо и я пройти. И яко приди на место, возрев Иисус, видев Его и рече к нему, Закхей, подчався слези, днесь Бог дому твоем подобает ми быти. И подчався слези, и прият Его радуяся, И видевши в сироптах углаголюще, Яко к огрешному мужу в ниде витати. Став же Закхей, рече ко Господу, Все полымения моего Господи дам нищим, И ащи кагочьим обидех возвращу четверицею. Рече же к нему Иисус, Яко днесь спасение дому всему бысть, За не и сей сын Авраам ль есть. Придево, Сын Человечь, Взыскати и спасти погибшего. Прочитаем этот текст в русском синодальном переводе. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, Начальник мытарей и человек богатый, Искал видеть Иисуса, кто он, И не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, Чтобы увидеть его, Потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, Взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, Ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, Что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, И если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему, Ныне пришло спасение дому сему, Потому что и он сын Авраама, Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Строки сегодняшнего евангельского чтения, Дорогие братья и сестры, Повествуют о посещении Господом Начальника мытарей, Закхея в Иерихоне. Иерихон был богатым городом И важным центром. Он лежал в Иорданской долине И контролировал дороги, Ведущие в Иерусалим, И переправу через реку Иордан, Которые вели в земли Восточного берега реки. Около города находился Большой пальмовый лес, Известная роща бальзамовых деревьев, Запах которых наполнял воздух На многие километры вокруг. Когда римляне стали вывозить Из Иерихона финики и бальзам, Которые приобрели мировую известность, Город еще значительнее разбогател И стал приносить казне Большие доходы с налогов и пошлин. Итак, когда Иудея была одной Из провинций Римской империи, Налоги и пошлины собирало не государство, А арендаторы отдельных областей. Для этого они нанимали из местного населения Особых чиновников – мытарей. Государство заранее определяло размер пошлин, А арендаторы и подотчетные им мытари Обогащались за счет того, что брали больше. Естественно, что мытарей, то есть сборщиков податей, Не любили во всех провинциях империи. Закхей, имя которого в переводе с еврейского Означало «чистый» или «справедливый», Был не рядовым сборщиком податей, А начальником, которому, вероятно, Были подчинены мытари целого округа. Несмотря на свое богатство, Он, по всей видимости, был несчастлив, Потому что выбрал занятия, Сделавшие его презираемым. Ненавидимый людьми, Он стремился к любви Божьей. Узнав о том, что Господь идет через Иерихон, Закхей вышел к сопровождавшей Спасителя толпе, Но, будучи малоростом, Не мог увидеть его. Однако желание непременно видеть Христа Было настолько сильно в нем, Что, забежав вперед, Он влез на смоковницу, Чтобы увидеть его, Потому что ему надлежало проходить мимо нее. Смоковница представляла собой дерево С низким стволом и раскидистыми ветвями, На которые можно было легко взобраться. Подходя к этой смоковнице, Спаситель увидел сидевшего на ней Закхея, Остановился и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, Ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Закхей поспешил слезть с дерева И пошел с Иисусом в свой дом. В сопровождавшей Спасителя толпе Послышался ропот, Подстрекаемые, вероятно, фарисеями люди Начали роптать и говорили, Что он зашел к грешному человеку. И Иисус слышал этот ропот, Слышал его и Закхей. Архиепископ Оверки Таушев пишет, «Великая радость по поводу того, Что Господь не возгнушался им, Как грешникам, Окончательно пробудила совесть Закхея И совершила полный нравственный переворот в его душе. Сознавая, что совесть его нечиста В способах приобретения имения, Он дает во всеуслышание торжественное обещание Загладить свой грех любостяжания. Половину имения моего я отдам нищим, И если кого чем обидел, Воздам вчетверо». Согласно законам о ворах, Изложенным в книге Исход. Возмещение вчетверо полагалось по закону Лишь за умышленный и насильственный грабеж. В случае обычной кражи, Если украденное не могло быть возвращено, Хозяину полагалось уплатить возмещение В размере двойной стоимости украденного. Мы же видим, что Закхей был готов Возмещать причиненный им ущерб в объеме Гораздо большим, чем того требовало от него закон. Этим он доказал на деле, Что стал совсем другим человеком. Покаяние Закхея является образцом истинного покаяния, Которое не ограничивается лишь бесплодным сожалением О содея на грехах, но стремится загладить эти грехи Противоположными им добрыми делами. Ведь покаяние, не подкрепленное делами, Доказывающими его искренность, Является неправдоподобным. Спаситель призывает нас, дорогие братья и сестры, К исправлению жизни истинным покаянием И замещением наших грехов и страстей Благими мыслями и добрыми делами. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господи!